Приветствую вас, и страх является симптомом, проявлением рационализации. Что такое страх? Это свидетельство об опасности. То есть вы видите, знаете, чувствуете, вряд ли знаете, но чувствуете, что работа для вас чем-то, почему-то опасна. Вы этого еще не осознаете. Ну, правильнее было бы, наверное, сказать, что вы вообще этого не осознаете, того, что работу вы сейчас воспринимаете как что-то опасное для себя, конечно. Но, тем не менее, тем не менее, я предлагаю вам подумать как следует на эту тему. Что, как и почему произошло с вами, например, что вы уволились. Что, как и почему случилось с вами, что вы три года не работаете. Что, как и почему произошло с вами, что вы хотите, вы хотите сейчас устроиться на работу. Вы говорите, что я хочу работать. Зачем? Что заставляет вас это делать? Какой мотив? Знаете, знаете, какая штука? Важен, важен именно мотив. Вы ведь поправьте меня, если я ошибаюсь. Работать не ради работы хотите. Правильно? Вас ведь держит что-то. Правильно? Ну, я почему-то думаю, что именно так. Вас что-то держит. Вот мне бы и хотелось понять, что именно вас удерживает. Что именно удерживает вас. Подумать. Что именно доставляет вас снова и снова этим работой. И вместе с этим подумать, что такого опасного, страшного для себя, вы видите в этой работе. Ведь страх, это еще раз повторю, это сигнал вашего мозга не делать того, что он не хочет. То есть, вы не хотите в действительности работать, но не можете себе этого позволить. И защищаетесь, чем правильно, защищаетесь страхом. И именно так вы сейчас, сейчас, именно сейчас, на данный момент, да, именно так вы и себя чувствуете. Я более чем уверен. Соответственно, нужно проанализировать что в начале. В начале нужно проанализировать, когда вы в первый раз испытали свой страх. То есть, в первый раз, наверное, это было при приеме на работу. Либо, может быть, даже пойдем дальше, что дело не в первом приеме на работу. Может быть, дело даже в том, что, например, вас уволили, по вашему мнению, несправедливо, например. А может, вот, такое быть. Как вы думаете сами, может ли быть такое, что вас уволили, да, несправедливо? Ну, по вашему мнению, по вашему мнению, подумайте об этом. Подумайте. Просто попробуйте об этом подумать. И, соответственно, представить себе это. А что случилось тогда с вами, когда вас, например, уволили только с собой? Что произошло в тот момент, да? То есть, что вы чувствовали, о чем думали, чего хотели, в чем нуждались. Вот. Знаете, да? Это очень важно. Ваш страх, еще раз повторю, на ровном месте не появился. Что-то его заставило появиться. Вот. Обычно, обычно, страх как бы говорит человеку, ну вот, я не хочу нести ответственность за это, ну, за что-то. Я не хочу нести ответственность за это. Давай, ты, например, ты, это сделаешь. То есть, очень может быть, что внутри вас есть желание не устраиваться на работу вообще и не работать. Но вы его не можете себе позволить, не можете себе принять. Важно понять, что за этим стоит и уже после этого подумать, что с этим делать. Значит, далее, не уверен в себе в чем? Опять-таки, в чем вы в себе не уверены? Конкретно. Почему? Ну вот, три года без работы. Третий год. Вы что, все три года не могли устроиться на другую работу? Все три года? Нет. 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 Вы могли, но вы не хотели. У вас не было такого желания. А почему не было желания? Да. Да. На этот вопрос еще придется найти ответ. Безусловно. Безусловно. Вот. Если боитесь, то, ну вот вы говорите, да, что я боюсь, что меня не возьмут. А чего такого страшного? Ну, не возьмут, не возьмут. Вы это на себя проецируете или как, что не возьмут? Вы думаете об этом в своем контексте, что вас не возьмут на работу или что? Или вы думаете, что вы не нужны ей больше? Или вы чувствуете, что вы теряете значимость свою? Собственную, нашу. Вот. Если так, то опять же тонкость вся в том, почему вы увязываете значимость, свою значимость, да, и работу. Работа это не только значимость. Безусловно. Ну, я надеюсь, это понимаете. Вот. Ваш страх, он не так, не тот, что кажется на первый взгляд. Вот. Ну, а пока, пока вы думаете, пока вы размышляете, я рекомендую вам несколько средств для того, чтобы вы попробовали совладать со своим страхом настоятельно. Да? Значит. Первое. Попробуйте увидеть, чего вы боитесь. Конкретно. Попробуйте увидеть. Так ли это для вас страшно. То, чего вы боитесь. И постарайтесь задавать себе вопросы каждый раз, когда он, например, будет идти на собеседование, да, значит, случилось ли то, чего я боюсь или нет. А если случится, то что я буду делать? То, что я буду дальше делать с этим? Как я буду дальше поступать? Вот. И что это для меня значит? Вот именно страх. Что он означает для меня? Секретно. Вот. Я думаю, так можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Вы знаете, в вашем случае очень эффективно была бы такая, знаете, психоаналитический подход, когда просто идёт разговор на первый взгляд отвлечённую тему. А потом однажды вы просто-напросто понимаете, что страх изменился, или что вы поняли вдруг, чего боитесь. Или вдруг поняли, что меньше боитесь. Ну, вот как-то да. Прямый этот страх – это мистификация. Это мистификация каких-то либо понятий. И демистификация, то есть рационализация, поможет вам стать бояркой. Понимаете, начальники, кем бы они ни были, кстати, вот ещё одна причина. Начальники, кем бы они ни были, они ведь тоже люди. И они... так как правильно понимают, что идеальных нет. Вам нужно прийти и просто показать то, что вы знаете. То, что вы умеете. И всё. Может быть, нужно немножко порепетировать то, что вы делаете, то, что вы говорите перед верхом. Боздете перед верхом и поиграете с образами, своими собственными образами. Какой вы. Вот. Обработайте это и будете корректировать. И я думаю, всё у вас получится. Желаю вам удачи. Если остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.